Мы решаем, мы решаем все, Святителю очень и полагаем, Ищем святую память твою. Ищем святую память твою. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Как хорошо, что вы все пришли, Несмотря на будний день, Праздновать этого великого угодника Божия, День памяти. Но для чего Господь устанавливает праздники и дни почитания святых? С одной целью, чтобы, взирая на их лик, Прикладываясь к мощам, мы бы вспоминали их житие. А кто забыл, тот может сегодняшний день посвятить тому, Чтобы это житие прочитать. Тем самым мы сократим расстояние в 1700 лет И почувствуем, как святитель Николай к нам близко. И через икону, через святые мощи, через молитву. А это очень важно. Из всех святых святая церковь его выделяет особенно, Приравнивая его к святым апостолам, Ибо каждый четверг седмицы посвящается дню, Когда мы вспоминаем апостольский подвиг, И при этом всегда вспоминаем и святитель Николая. Чем же он так угодил Богу, Что церковь его поставила на такой высокий пьедестал? Дело в том, что он тоже является Любимым учеником Христовым, Как и Иоанн Богослов. Учителя обычно любят, Учеников внимательных, послушных, усердных И тех, которые усваивают то, что им преподается. И вот святитель Николай в полноте это усвоил. Чем отличалась его жизнь От жизни остальных людей. Обычно люди К страданиям других людей Равнодушны. А если выражают сочувствие, То Жестами Или словами. Ну, вроде Ай-яй-яй-яй. Ну, собственно, и все. А Христос сказал, что вера без дел мертва. И вот каждый крещённый человек Он должен Понуждать себя На сострадание. И детей мы своих Должны с самого Малого детства Учить Состраданию. Это очень важно Для души. Душа, не умеющая сострадать, Она не может любить. Эта душа Очень эгоистична. Любовь Такое свойство Человеческого сердца, Которое по замыслу Божьему Должно Направляться из сердца Вовне. Я как-то вам рассказывал Историю Которая меня в молодости Поразила Иду по улице Я даже зрительно помню Вот этот поворот Газон И девочка лет четырёх Кошку, которая лежала На солнышке на травке Стаскивала на асфальт А кошка Спокойно возвращалась На своё место И опять укладывалась А девочка Ей кошке Объясняла Ну, ты лежишь на траве Неужели ты не понимаешь Что ей больно? Я думаю Какие хорошие родители Что Так воспитали ребёнка И он уже в четыре года Имеет такое сострадание Ничего подобного За всю жизнь Я больше Не видел Кто бы Из детей Которые Ну, обычно Всё ломают Портят Там Отрывают Лапки Чтобы так Сострадали Даже Траве Потому что Вот даже в нашем парке Как только он появился Дети стали Сразу Рвать цветы То есть они как заточены На что Рвать Ломать Чтоб всё засыхало И так далее И вот такой эпизод Вот на всю жизнь запомнился И вот сейчас что-то опять Пришло в голову И я решил Что раз пришло в голову Значит надо Ещё раз сказать Тем более у нас всегда Много новеньких И вот Интересно И вот свидетель Николай Он всегда На чужую боль Реагировал вот именно так Как помочь Чтобы исправить Какую-то Злосчастную Ситуацию И Господь Давал Возможность Это исправить То есть Почему Господь любит Таких учеников Известно Из древности И так Святые Нас учили С древних До последних Времён О том что Господь Спасает людей И влияет На наш мир Через человека Очень Нужно Богу Исполнители Воли Божьей Он Своим Ученикам Дал Молитву Да Будет Воля Твоя Як Уже На небеси И На земле На небесах Волю Божью Исполняют Ангелы А на земле Ученики Христов Воля Божия Заключается В том Чтобы Люди Творили Добрые Дела А люди Видя Их Добрые Дела Узнавали А что Это Человек Не такой Как Все И Это От того Что У него Вера Христианская Один Человек Головы Отрезает А Другой Человек Он Старается Защитить Того Кому Отрезают Голову Или Вылечить Его Если Он Остался Жить Это Это Разный Подход И Разная Совершенно Вера Вот Христу Спаситель Нужны Люди Такой Веры Которые Сердцем Своим Также Переживают Чужую Боль Как Будто Это Своя Боль Это Называется Возлюбить Ближнего Как Самого Себя И Вот Такое Проявление Любви Которую Имел Святитель Николай Это И Есть Христианская Любовь Все Остальное Это Себя Любие Потому Что Деятельная Любовь Она Всегда Чего-то Стоит Человеку Ну Какой Пример Самый Может быть Простой Который Может быть Распространен Вот Например Некий Человек Прогневался На Другого Человека Обычно Как это Бывает Он Тут же Высказывает Ты Не Прав Ты Там То Все Начинает Критиковать А тут Начинает Защищаться Возникает Спор Иногда И до Драки Хорошо Если Не пьяные А то И до Ножа А по Христиански Это надо Проявить Любовь А в чем Тут Может Проявиться Любовь Ты Ты Имитать Убеждать Кричать Жаловаться Всех Всем Рассказывать А ты Прояви Любовь И Сдержись Потому что У нас У людей Ну Не воспитанных В христианском Духе Обычно Любовь Воспринимается Как Некое Чувство А Любовь Это не Чувство Любовь Это Дело Поэтому Христианцы Любовь Называется Добродетель То есть Человек Совершает Дело Любви А Чувствует Такая Вещь Мимолетная Вот Воспылал Любовью Она Подошла И Плюнула Ему В глаза Смотрит А Любви Уже У нее Нет Она Тут же Мгновенно Испарилась Вот Прям Сразу Почему Ну Потому что Ее не было Это Совсем Не Любовь Это Ну Нравится Там Но Совсем Никак Не Любовь А Вот Святитель Николай Он Уколенил В себе В своем сердце Любовь к Христу Поэтому Церковь Его Вознесла На такую Высоту Поэтому После Матери Божией Наибольшее Кольцо Храмов Пределов В храмах Посвящены Святитель Николаю По всей Руси И он Скоро Так как он Человек Чрезвычайно Добрый И в своей Молитве К Богу За нас Грешных Очень Быстро Отзывается И поэтому Церковь Именно Скорый Помощник И Преславный Чудотворец Творит Великие Дела Своей Молитвой И Очень Скоро Отзывчив На молитву Мы не очень Отзывчивые люди Мы обычно Медлим Забываем И вроде Соглашаемся Быстро Ну как Семя Не имеющего Глубокого Корня Быстро Засыхает Почему Ну Чувствовать У нас Возникает Так И называем Сочувствие Тот Страдает Но мы Посочувствуем Ой Надо же Ай-яй-яй Не повезло А что-нибудь Такое Сделать И Времени Нет И неохота И И сам Больной А вот Святник Николай Расходил К этому По-другому И вот Нам нужно Обязательно Этому Учиться Почему Потому что Если мы Не научимся Не войдем Мы В Царствие Божие Потому что Настоящая Любовь Она Заключается В возможности Для человека Сострадания И Сострадание Деятельное И Этому Надо Учиться Это Трудно Потому что Во всяком Подлинном Сострадании Содержится Обязательно Ущерб Самому Себе Всякое Сострадание Деятельное Оно За счет Себя За счет Своих сил За счет Своего Времени За счет Жертвования Собой Пусть и в малом Ты должен Своё время Пожертвовать И так далее Как-то Вникнуть В проблему Эту Постараться И изучить Помочь Наилучшим Образом Особенно Когда Человек Сам Это Сделать Не В состоянии Тем более Человек В состоянии Страдания Он Теряется В этой Ситуации Вот А Рядом Находящийся Христианин Может Помочь И причем Ну Когда Касается Дела Там Наших Детей Внуков То мы Тут готовы Потому что Ну Это как бы Мы делаем Для самих Себя А Очень важно Чтобы этот Человек Был Совершенно К нам Не принадлежащий Другой Веры Или Может Не верующий Или Вообще Самое Замечательное Для Бога Это Когда Этот Человек Твой Враг И Господь Говорит Если Враг Твой Голоден Накорми Его Это Показывает Что У тебя Действительно В сердце Есть Любовь Потому что Как вот Старец Силан Говорил Как Определить Это Настоящие Христиане И не Это Очень Просто А Любят Ли Они Своих Врагов Это Это Есть Любовь Любовь Со Мы С этим Своим Останемся И Вот Это Все Способление Сказать Брахло Мы Принесем На суд Божий И Нам Скажут А ты С чем Ты Пришел Вот Вот Поэтому Один человек Проживет Жизнь И И Исчезает И С памяти И Ничего Не Остается А Другой Человек Что-то Такое Сделает И Остается В веках Я Вот Тут Недавно Узнал Что Один Мой Прадед Построил Два Предела К Одному Храму А Один Из них Святитель Николая Представьте Сколько Прошло В Риме Храм То Старый 17 Века А он Это Все Сделал Там 18 И Память Есть Архивы Есть Храм Сейчас По милости Божьей Начинает Восстанавливаться Видите Как интересно Вот Он Там Это Все Постарался Даже Есть Письмо Церковному Начальцу Спросит Благословения В силу Того Что Народу Стало Больше Ходить А храмик Там Маленький Пристроить Еще Два Предела Видите Как Хорошо Сделал Человек Одно Доброе Дело Века Проходит Остается В памяти Ну не только Родственник Мне Это Интересно Потому Что Это Прямой Так Сказ Предок Очень Так Любопытно Я Об этом Даже Не Знал А Для Всех Кто Хочет Заинтересоваться Открытой Информации Так Каждый Из нас Какой бы Жалование Мы Мы Не Получали Жизнь Напрасно Жизнь В которой Нет Любви Она Никому Не нужна А жизнь Человека Который Творит Деятельную Любовь Дела Любви Она Нужна Богу Каждый Творящий Добро Он Есть Посланник Божий Христос Когда Пришел На землю Он На глазах У своих Апостолов Творил Добро Сыночек У вдовы Умер Не на кого Ей Надеяться Он Воскресил Прокаженные Идут Он Их Очистил То Чем Он Располагал Он Служил Людям Две Тысячи Лет Назад По всему Миру На всех Континентах И даже В Антарктиде Об этом Читают Все Записано И люди Этим Живут Берут С этого Примера Почему Добро Вечно Зло Нет Поэтому Христианин Раз Уж Ты Крестился Раз Тебя Господь Выбрал Дал Тебе Веру Много Людей И не Имеют Веры И даже Не Знают Что Это Такое А верующие Сумасшедшими Называют А на самом деле Не так Каждый Кто делает Добро Во имя Христова Он это Делает Ради Христа И он Господь Его избирает Вот таким Посланником Добра В этом Мире Поэтому Каждый Из нас Может послужить Себе Селечь Самому Дьяволу А может Христу Селечь Самому Богу Вот И каждый Себе Выбирает Тот путь Который Ему Более Желательно Либо Любовь К себе А любовь К себе Как Вот сейчас Нас Там Психологи Утверждают Ну Такие Советские Ты вот Себя Полюби Да Спаси И сохрани От этой Заразы Человек И так Рождается Уже С Искаженными Чувствами Все в человеке Перевернуто Грехом Любовь Она для того Чтобы любить Ближнего А у нас Мы Люди Извращенные Грехом Поэтому у нас Любовь К себе Это не любовь Называется А эгоизм Это Для Бога Отвратительно И мы Когда Сталкиваемся С эгоизмом Или С эгоистом Нам Очень Нехорошо По себе И вот Надо нам Тоже думать А если Я проявляю Этот эгоизм Человеку Со мной Хорошо Если Дает Полную Свободу Человеку И силком Никого Не заставляет Быть Добрым Это Никому Не нужно Человек Должен Сам Сам Действовать По Любви И Любовь Должна Его Как раз И Понуждать На Творение Добра Поэтому Святитель Николай Он Указывает Нам Правильный Добрый Христианский Путь Благословением Господнем На вас Таку Благодатью Человеку Любим Всегда Ныне Приславив Во веки Веков Благодатью 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 Благодатью